Привет! Ты не видишь Илона Маска в своей нише и просто повторяешь за другими, поэтому у тебя такие просмотры. Давай я тебе просто покажу пример, уж применишь ты это на практике или нет, но будет как минимум увлекательно. Возьмем, к примеру, нишу продажа на маркетплейсах. Здесь есть разные блогеры, тема популярная. Самый крутой автор это, конечно, Вадим Браткевич, я тот селлер. Также есть другие какие-то каналы, есть Лео Шевченко, самый инфобизнесовый автор в тематике. Есть много других блогеров, рангом поменьше, у которых тоже огромное количество контента о продажах на маркетплейсах, на самых-самых разных. И, соответственно, все они снимают этот контент, но набирают не так много просмотров. Но есть канал, который выбивается на фоне остальных. Что мы тут видим? Мы видим канал, который называется «Из хобби в бизнес» Федор Савин. Если мы перейдем на этот канал и посмотрим на его статистику, то картина весьма интересная. 34 тысячи подписчиков, каждый ролик набирает весьма неплохо. А здесь ролик набрал аж 600 тысяч, ролик называется «Свое производство за 10 тысяч рублей». И здесь сразу два фактора, которые дают такую результативность и один неожиданный вывод, о котором чуточку позже. Фактор номер один. Федор заходит не с той стороны. Все снимают, как купить, как перепродать, как выйти. А Федор снимает о том, как свое производство вывести на озон. Причем этот контент реально набирает, потому что он показывает совершенно альтернативную сторону этого бизнеса. Второе. Он использует те же самые приемы, которые популярны в нише. То есть, как запустить бизнес за 10 тысяч рублей, столько-то работаю и имею такие-то результаты. Не совершай эти ошибки. Все мы это видим здесь на примерах. И второй важный момент. Правило 10 тысяч часов. Если вы чем-то занимаетесь долго, упорно, обретаете в этом опыт, данный опыт можно перенести в ту нишу, в которой он применяется. И это не только опыт производства. Данный автор может создать контент о том, как он производит там свои изделия из кожи, например. Но это будет просто еще один канал о производстве изделий из кожи, коих много. Но продавать хендмейт на озоне это уже смежная ниша, которая дает реально крутую результативность. То есть, для того, чтобы уверенно заходить сейчас на YouTube, обретать аудиторию и реализовывать под спудно те цели, которые вам нужны, нужно искать ниши на стыке. Потому что эти самые стыки обычно пустые. А вот то, что находится в жирной части ниши, там конкуренция довольно высокая. И вам нужно выделяться, делать что-то намного круче, зрелищнее, интереснее. И там вам пробиться будет сложнее и дольше, естественно. Также важно понимать, что ваша бизнес-модель должна легко считаться и должна быть понятной, как зарабатывает данный автор. На самом деле у него не так много просмотров. Кажется, что вот у него неплохие просмотры. 80 тысяч, 10, 600, 16. И сравним с каналом Вадима, например. Казалось бы, у Вадима 20 тысяч, 3, 806, 815 тысяч. Выглядит так, как будто у Вадима ролики набирают меньше просмотров. Но посмотрите на статистику в месяц. И вы удивитесь, потому что у Федора 173 тысячи просмотров за последние 30 дней. Да, там есть падение. И у Вадима 217 тысяч за последние 30 дней. То есть, на самом деле канал Вадима имеет больше просмотров. При том, что последние ролики просто набрали поменьше. То есть, есть ролики-драйверы, которые приносят трафик. И здесь важна бизнес-модель. Когда вы создаете видеоролики и, соответственно, размещаете их на платформе, важно понимать, на чем вы зарабатываете деньги. Это, конечно, модели монетизации. Если у вас канал посвящен широкой аудитории, там на монетизации вы заработаете отличные деньги. Если вы уже зарабатываете деньги на монетизации и хотите их выгодно выводить, пишите нам по ссылочке в описании. Мы помогаем подключать монетизацию, выводить деньги с российских аценцев, подключать на наши аценцы, в том числе открытые за границей. Помогаем подключаться к медиа-сетям на выгодных условиях. Выводить деньги без медиа-сети. То есть обращайтесь, многие авторы работают с нами, все довольны. Возвращаемся к теме. Соответственно, модель монетизации. Заработок на монете. Это может быть прямая реклама. Например, тот же Лео Шевченко, который продвигает свои курсы, инфопродукты и так далее. Это может быть партнерский маркетинг или CPA маркетинг. Клик пер экшен. Оплата за выполненные действия. И, соответственно, здесь у Вадима на канале есть рефералки по открытию ИП. По становлению продавцом на маркетплейсе. Есть другие рекламные предложения. И это все тоже замечательно работает. Также вы можете продавать свои товары и свои услуги. Либо иметь какой-то смежный бизнес. Например, вы можете заниматься так называемым фулфилментом. То есть вы, по сути, обеспечиваете цикл продаж, оборота товаров на маркетплейсе. И рассказываете о какой-то подобной смежной теме. Или вы можете заниматься доставкой товара из Китая. И оказывать такие услуги, в общем-то, авторам. Вот, к примеру, Рафаэль, который на канале у Вадима был в гостях. Он, соответственно, в этом ролике. Ролик, кстати, набрал очень хорошие просмотры. Он возит товар из Китая. И он ведет свой канал. Плюс вот ходит в гости к блогерам для того, чтобы собирать потенциальных клиентов. Это тоже отличная бизнес-модель. И здесь, на самом деле, не нужно много трафика. Теперь, где же Илон Маск? В чем он прячется-то? Где? Это, собственно, выбор правильной ниши, правильной стороны ниши, куда вы заходите. И там поиск лидеров, поиск Граали и Илонов Масков. То есть того, за что можно зацепиться и, собственно, что можно продвинуть. Здесь это сразу несколько аспектов. То есть мы видим, что вот как заказать оптом товар из Китая. Это тема, которая востребована. Такой местный, локальный Грааль. Дальше. Тема, связанная с хендмейдом на маркетплейсах. Тема, связанная с легким выходом на маркетплейсы с минимальными суммами и так далее. Если у вас, например, бизнес-канал, вы также можете проанализировать эту информацию. Где искать эти темы, кроме эмпирического поиска на каналах конкурентов, без точного понимания, зайдет или не зайдет? Конечно, есть ViceWatcher. Ссылочка в описании. Заходите в нишу. Выбираете рекомендованные темы. Вот, например, сколько приносят 11 газелей. Бизнес-нагруза перевозка. Тема для бизнес-ниши топовая. Можно снять и сразу получать профит. Также вы анализируете в целом тематику, а сколько вообще просмотров в среднем в вашей ниши набирают ролики. Что есть хорошо, что есть плохо. Сколько роликов в месяц надо выпускать. Какой длительности они должны быть. Ну, понятные критерии. И дальше смотрите у конкурентов ролики с фильтром по доле. И выбираете здесь интересные темы. Меня, например, заинтересовала тема. Доллар упал. Как выгодно использовать? Куда вложить деньги в 2024 году? Эту тему можно применить к разным, в общем-то, идеям, разным направлениям. Или как деньги приводят к личной тревоге. Главная ошибка накопления. Можно эту тему перенести на маркетплейсы. Там какие товары закупить, во что инвестировать. Можно там как снизить тревожность при продажах. Там избегая этих ошибок и так далее. То есть это уже комбинации тем. И здесь мы берем нашу нишу. И в ней реализуем те темы, которые в смежном направлении показывают хорошую результативность. Мы можем ожидать, что у нас это также сработает. Естественно, есть третий компонент, о котором никогда нельзя забывать. Это история вашего канала и потребность ваших зрителей. То есть вы заходите обязательно в YouTube Analytics и смотрите, какой контент у вас самый популярный за период, что у вас любят зрители. И также анализируете, собственно, какие ролики исторически на вашем канале набирают больше просмотров для того, чтобы создать тот контент, который А. оправдывает ожидания ваших зрителей. Б. востребован в теме, востребован в нише, набирает. И В. не настолько конкурентный, не настолько избитый, как уже множество других подобных видеороликов. Все это в совокупности с использованием Вайзвочера дает нам отличные результаты и квинтэссенцию крутой темы, которая с высокой вероятностью выстрелит и наберет отличные просмотры. И дальше при правильной бизнес-модели мы эти самые отличные просмотры конвертируем в хорошие деньги. Естественно, если у вас бизнес-канал, а вы зарабатываете на нем с монетизацией, ребята, это плохая идея и заниматься этим, наверное, не стоит. Если у вас продажа курсов, товаров, услуг, помощь в открытии счета, регистрации ИП, регистрации как селлера, продажа термопринтеров, которые этикетки печатают или, может быть, какие-то другие сопутствующие услуги, все что угодно, то это будет давать максимальную конверсию и это принесет совершенно другие деньги. Поэтому помимо создания контента важно прорабатывать бизнес-модель эффективной реализации этого контента, потому что без этого вы просто будете набирать просмотры и не иметь ничего. Так происходит в шортс. Просмотров огромное количество людей набирают. Дохода от этого вообще минимально. Так происходит, например, с игровыми каналами, у которых трафик огромный, а денег от этого нет. И рекламу там никто особо не заказывает прямую. Поэтому не смотрите, друзья, только на просмотры. Смотрите на совокупность факторов и на бизнес-модель и на емкость ниши, емкость аудитории. Она определяет, в общем-то, судьбу канала и его эффективность. Поэтому, ребята, пересмотрите то, что вы делаете прямо сейчас. Найдите точки опоры, найдите авторитетов, авторитетные темы, направления и смежные сегменты вашей ниши, в которые еще мало кто заходит, но которые демонстрируют эффективность. Реализуйте это на вашем канале. Вы обойдете конкурентов и сможете эффективно использовать тот трафик, который к вам придет. А затем не забывайте о последовательной контент-стратегии. Если ролик зашел, развивайте это направление. Не бросайте его, потому что если вы дальше выпускаете что-то, что было снято в рамках вашего графика публикации по плану, то вы можете просто слить весь результат. YouTube лишит вас показов. Такие простые советы. Надеюсь, что вы их примените на практике. И они вам помогут. И расскажите об этом в комментах, если уже помогают. А в следующий раз мы займемся вопросами эффективной монетизации видеороликов. Спасибо. С вами Коно Ден. До встречи. Пока.